Девы, всем привет! Меня зовут Анна Карпеева, и это прогноз для вас на март месяц. Планета Сатурн активно набирает свою скорость, делая для вас, девы, головную боль, связанную с тем, что может быть, сказаться на вашем состоянии здоровья. Особенно девы, которые рождены в начале, до, наверное, 2-3 сентября, уже должны были ощутить влияние Сатурна в виде... Сатурн — это всегда такой ограничитель, Сатурн — это планета, которая связана с тем, что нам говорят, а-тя-тя, смотри, будь внимателен. Здесь она, с одной стороны, может воздаст вам результаты. Все девы, в принципе, трудоволики, и здесь девы просто могут получить результат плодов своей работы, но, тем не менее, это может быть с таким зачисткой, то есть вам захочется убрать лишнее из своей жизни, и вот это, оно может происходить через там показатели здоровья, состояние здоровья, состояние, ваше общее состояние настроения. То есть для дев, которые рождены еще во второй половине, девы — это там с 4-го до 20-21 сентября, вы еще можете этого не ощущать. А девы, которые рождены в начале, да, там с 22-го до 23-го августа по 3-е, вы уже можете чувствовать, как меч судьбы проходится по вам, заставляя вас преодолевать определенные сложности, да, и сталкиваться с какими-то ограничениями, да. Но я вам хочу так сказать, просто совет. Когда такое, ну, у каждого в жизни происходит Сатурн, и здесь важно не биться головой об стенку и не противостоять, а отдаться судьбе и, ну, по сути, склонить голову. Не надо бороться, да, потому что всегда при таком положении ты проиграешь. Прежде всего тебе будет хуже, да, если ты будешь так бороться. Ну, а вот что хотела еще вам важное сказать, что начало месяца будет Солнце в соединении с Сатурном, вот в начале марта, оно будет делать к вам оппозицию. Здесь могут быть вот упадок сил, либо же такие сложные, депрессивное состояние. Не переживайте, оно как бы пройдет, все нормально. Просто обратите внимание на то, что здесь не нужно идти против системы. То есть привычное, все дела, они не в растенике. Ну, вы согласитесь со мной. И для них, понимаете, вот это вот контролировать ситуацию, это самое важное. А здесь происходит событие, которое вы контролировать не можете. И у вас может такая паника, паническая атака. Новолуние 10 марта происходит у вас в седьмом доме. Это дом партнерства, дом общения, коммуникации. Формирует в жизни вашего партнера новые начинания. Вот, также новые друзья могут у вас появиться, новые люди, знакомство с новыми людьми, знакомство с новым окружением. Вы познаете себя через взаимодействие с миром и с другими людьми. Вот такая вот фраза, она должна вам помочь. 25 марта будет полнолуние в знаке весов. Для вас это дом финансов и денег. Может привалить, может привалить много денег, может прийти к вам вот как награда. Большое количество каких-то финансов может свалиться вам на голову. То есть вы можете получить необходимый для вас, если вы хорошо поработали, результат своих действий. В то же время это всегда показатель того, как хорошо вы поработали. То есть вы получите этот максимум. Как вы работали в течение года, есть такие показатели, когда мы только начинаем внедрять какие-то новые способы, источники дохода. Либо у нас идет повышение какое-то, либо мы меняем источник дохода. А вот после 25 марта, вот этот максимум, который с начала ваших дня рождения, вот это вот ваш максимум. Посмотрите, оцените свое финансовое положение и подумайте, ну как бы вам достаточно, недостаточно, если это как бы не означает менять и делать что-то новое, но это такой анализ ваших финансов. Посмотрите вообще, во что вы превратились. Следующий момент, очень важный. Планета ваша, ваш управитель Меркурий, она будет не ретроградная, но она будет находиться в петле уже с 19 марта. Ретроградность Меркурия будет в апреле. То есть с апреля у вас будет непонятная ситуация, хаос, хаос просто полнейший. Но тем не менее, боже, как оно все работает, я уже сейчас, я просто дева, я смотрю и действительно по ощущениям так оно впереди и движется. Уже начиная с 19 марта вы можете ощущать вот эту вот ретроградность. Меркурий вообще управляет близнецами и девой. И для них вот эти периоды ретроградной Меркурии, они особо сложны, потому что то, что ты можешь сделать за час, ты делаешь просто за три дня. То есть у тебя твоя выносливость, трудоспособность, она уменьшается, и тебе очень сложно и тяжело выполнить какие-то действия, потому что есть какие-то преграды. Вот, ну ничего страшного, мы-то подготовлены, и нечего нам бояться. Так вот, с 19 марта Меркурий, он будет еще и ходить в вашем доме восьмом. Восьмой дом – это сбережения, налоги, инвестиции, деньги партнера, финансы. То есть здесь нужно быть осторожным, потому что любые вложения в этот период неблагоприятны. То есть если вы решите что-то проинвестировать, куда-то вложить деньги, подумайте дважды, трижды, а то и подождите, пока этот период пройдет, хорошо? То есть потому что он также может быть связан со страхами, связанными с деньгами. То есть вы будете разбираться с вашими деньгами, с вашими инвестициями, ретроградность, поскольку еще и узлы у вас там ходят, и потом будет затмение, ребята, ребята-девы. И знаете, сейчас я вам такой совет дам. На что фокус внимания? Для того, чтобы эти транзиты были для вас благоприятны. Обратите внимание сейчас на то, как вы можете помочь заработать другим людям. Может быть, кто услышит, тот услышит, но вот это вот положение для того, чтобы ваши финансы были лучше, надежнее и в сохранности, нужно подумать о том, как вы можете совместно вложить куда-то деньги, но не сейчас. Либо же как вы помогаете кому-то зарабатывать. Помогите кому-то заработать. Ну и знаете, сделайте такой эксперимент в марте, допустим. Это знаете, что значит помочь? Не обязательно вам сейчас сразу открывать какой-то свой бизнес и кому-то деньги платить. Это может быть еще связано с тем, что вы что-то умеете, подскажите человеку. Помогите, подскажите. Ну, в общем, вот так вот. И я уже сказала, инвестиции в марте, ну и забегу наперед в апреле, абсолютно подумайте дважды, а то и трижды. Следующая планета Венера, она будет у вас середины марта переходить в ваш седьмой дом. Деньги от партнерства, все завязано на партнерстве, партнерские взаимоотношения. Вам нужно влазить наружу. Несмотря на то, что Меркурий будет ретроградный, и обычно в этот период хочется залезть обратно в ракушку, и домой, чтобы никто не трогал, то здесь вот полностью при взаимодействии с другими людьми, при коммуникации с другими людьми, вы получаете результат, и на самом деле все самое хорошее. Но уже, кстати, с 23 марта планета агрессии, конкуренции и вот таких вот ссорей, она переходит в ваш седьмой дом. Поэтому здесь вероятные споры, ссоры с партнерами, бизнес-партнерами, с вашим мужем либо женой, и на рабочие моменты они могут быть такие, знаете, накал страстей. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, лайки, и до скорых встреч. Всем пока!